Здравствуйте, Анатолий Николаевич. Добрый день. Анатолий Николаевич, вот вы человеком очень известный, человек власти, человек публичный. Слушайте, а кем вы хотели быть в детстве? Не поверите. Начальником ГАИ. Начальником ГАИ? Почему? Ну, потому что у меня отец работал там, и мне казалось, что лучше этой должности, наверное, нет. Но жизнь круто поменяла мои планы в институте, потому что так сложилось, что мне понравились студентские строительные отряды. Я стал командиром отряда, потом командиром зонального отряда. За работу в студентских строительных отрядах был награжден орденом «Знак почета», был замечен высшими партийными чинами Краснодарского края. И, в общем-то, потом я уже с этой политической арены не выходил. Стал секретарем комитета комсомола, сельхозинститута. Ну, и уже, естественно... Ну, потом в Краснодаре руководили комсомолом, да? Первым горкомом комсомола был, да. Ну, то есть у меня уже тогда поменялись не только планы, но и, в общем-то, возможности. Ну, детская мечта так осталась нереализованной. Ну, а когда-нибудь приходилось пожалеть об этом? Вы знаете, когда-то во сне мне даже приснился сон, что я стою, значит, останавливаю автомобили. Даже здесь, в Сочи, мне иногда, там, начальник управления внутренних дел Огурцов Сергей Иванович, он тоже, Андрей Иванович, у вас до сих пор живет гаишник. Потому что вы на планерках все время учите гаишников, как надо парковаться, что нужно сделать. Говорит, видно, не сбылась мечта, а все равно хочется. Я говорю, да, ты знаешь, ну, в принципе, когда ты глава города, то ты и начальник ГАИ, ты и начальник водоканала, ты и начальник канализации, ты и так далее. Начальник всего. Да, 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 поэтому, наверное, реализовалась. Реализовалась. Так, абстрактно. Анатолий Николаевич, вот в 2014-м вас стали называть олимпийским мэром. А вот сегодня, в 2019-м, мне кажется, можно вполне назвать и мэром-рекордсменом. Почему? Десять лет. Почему? Десять лет. А потому что десять лет. Потому что ваш личный рекорд – десять лет на простом мэра. Ведь с начала девяностых никто из ваших предшественников не проработал столько. Ну, Николай Иванович Карпов. Он поменьше. Он до девяти лет доработал, но да, я его обошел на год. Да, вот получается так. Десять лет для города, тем более последних десять лет – это целая эпоха. А что это для вас лично? И значима ли эта дата для вас? Для меня очень значима эта дата, потому что, как вы понимаете, что я в город Сочи пришел уже подготовленный человек, да, и самодостаточный. Ну да, из Анапы, да? Из Анапы. Я был до этого мэром Анапы, а еще раньше был руководителем управления торговли города Краснодара, был вице-мэром Краснодара, возглавлял одну из коммерческих больших компаний в Краснодаре, руководил управлением госторгинспекции по Краснодарскому краю, руководил департаментом туризма. То есть для меня как бы работа в Сочи была очень известна, но, с одной стороны, я понимал, что это очень почетно, потому что в то время город надо было готовить к Олимпийским играм, Но когда я приехал в город, я понял, что это еще и очень ответственно, и очень сильно волновался по поводу того, что за эти короткие сроки нам не удастся подготовиться достойно к Олимпийским играм. И надо отдать должное, что я благодарен сочинцам, тем, которые, в общем-то, не только терпели, как мы говорили, терпеть-то приходилось, эти неудобства, но еще и за то, что они активно мне помогали. Потому что город, давайте вспомним, он несколько запущен был, но будем говорить. Это мягко сказано. Да, мягко сказано, потому что если взять даже об экологии, то у нас не было очистных сооружений. Мы говорим о Новогинских очистных сооружениях, но вы помните эту трубу, которая шла по улице Конституции, по набережной? Сейчас это набережная, тогда ее никогда в жизни никто набережной не называл, потому что там невозможно было пройти, там была труба. Труба и вечный блошиный рынок там был. И вечный блошиный рынок на трубе. Да. А это, по большому счету, очистные сооружения, которые трудно назвать очистными сооружениями на тот момент. Но из места, куда стоки со всех домов нашего центрального района стекали, можно было сбросить в море. Через глубоководный выпуск, который был тоже как решето. Это один только пример. Я прибыл там в январе месяце, и уже в феврале месяце прочувствовал, что такое сочинская оппозиция, и что такое люди чем недовольны. Так люди в то время, даже используя колясочек, перекрывали улицы из-за отсутствия электроэнергии. Ну, была верная система, и бывало сидели вообще сутки. Ну, верная система, это понятно, но чаще всего отключения были аварийные. Просто вся энергосистема города, она не выдерживала никакой критики. Потому что она была построена еще в 60-е годы, рассчитана была на 70 тысяч населения. У нас на тот момент при подготовке к Олимпийским играм население Большого Сочи насчитывалось 400 тысяч. Ну, естественно, сети были изношены. Ну, а если вспомним свалки наши, которых было две, одна в Адлере, другая в Лау. Помните, эти свалки еще летом горели. Весь город находился в каком-то таком экологическом бедствии, и не знали, что с этим богатством делать. Свалки горели по неделе, то надо понимать, что у меня были иногда мысли, что же делать, куда же я попал. Анатолий, извините, я вас перебью. А что-то хорошее было в тот период в городе? Плохого было немало. Вы знаете, я вам хочу сказать, что очень хорошего было много. Вот само население и предприниматели. Люди, да? Люди, да. Они были замечательные. Ну, могу только один пример привести. Ведь все считают в целом, что государство выделило в полном объеме деньги на то, чтобы город Сочи подготовить к Олимпийскому миру. А ведь это не так. Потому что наши, скажем, частные объекты, в том числе жилье и индивидуальные жилые дома, которые тогда, будем говорить, больше похожи были на избушки на курьих ножках. Да, разномаски. Вспомним там Атверский район, Совхоз Россия, там, скажем, Веселая и так дальше. Это было что-то, ну и дальше там Красная Поляна и Молдовка. Это были просто какие-то страшненькие домики. И их надо было привести в порядок. И, естественно, мы разработали много программ, но это касалось, скажем, работоспособного населения. Они могли взять кредит на 10 лет этот кредит, на ремонт своего дома они могли взять. А у нас же большинство пенсионеров, которые не работали, я вам назову цифру, из 12 тысяч тех домовладений, которые необходимо было привести в порядок, 6 тысяч – это были ИЖС. И эти 6 тысяч, в основном, их владельцы были люди пожилого возраста, пенсионеры. И мы искали, значит, людей, прежде всего работодатели, с каких предприятий они ушли. Эти предприятия им ремонтировали дома. А потом были дома там больше тысячи, когда мы не могли найти ни работодателя, ни детей, которые могли бы помочь своим родителям. И мы нашли предпринимателей, это сочинские предприниматели, предприниматели Адлера, которые, по большому счету, взяли эти дома и сделали за свои деньги. Я не думаю, в другом ли городе, даже в той же Анапе, где я был, удалось бы мне это сделать или нет. Вот вы говорите «мы», «мы», но я знаю, что в период Олимпийского строительства было реализовано немало личных идей мэра Пахомова, в том числе и тот самый архитектурный облик. Это так? Ну, хочу сказать, что была поставлена задача заместителем председателя правительства Дмитрием Николаевичем Казаковым о том, что надо привести город к архитектурному облику. Мы все помним нашу Донскую, мы все помним наши эти микрорионы, они, конечно, были ужасны. Да и центр, если помните, он весь был в каких-то рынках. Ну, я вам хочу сказать, что облеты на вертолете, которые мы делали, они говорили еще о том, что кровля, не то, что она ужасная, по той самой, что она разная, там, и черная, и белая, и какой только нет, и голубая, и зеленая. Но она еще и прохудившаяся вся была. И я тогда попал в объективы той программы, девчата на первой программе, не зная о том, что попадаю туда, именно за то, что я на планерке сказал, что я вот поселился на 15 этаж, из 15 этажа посмотрел на город и увидел крыши, они просто ужасающие, они портят вид города, и сказал, нам надо поменять их на красные. Помните в этой программе, девчата, у Мера Сучи проблемы, говорит, он поселился на 15 этаж и, говорит, увидел крыши, и говорит, что что-то надо с ними делать. И говорит, давайте мы ему посоветуем, опустись на нашу землю грешную, с 15 этажа, и не будет никаких проблем. Мы все-таки реализовали же это, ведь крыши красные. Реализовали, когда залетаешь. Ну это же красиво стало, правда? Красиво. Но во всем мире так, что как бы... Но почему красные все такие? Ну, наверное, я люблю красивое, а слово красное, оно слово красивое. Просто вам нравится красный цвет? Ну мне нравится очень сильно. Олимпийским играм сделали огромную работу. Я уже сказал, что 12 тысяч объектов привели к архитектурному облику. Это, конечно, сделали фасады, это сделали кровлю, крыши, как мы называем. Естественно, фронтоны, заборы. И было тогда красиво. Но прошло время. И, во-первых, постарело все. И сегодня, с начала года, я тоже объявил мероприятие, или целую кампанию по приведению к архитектурному облику. И, как видите, мы сегодня занимаемся и фасадами, мы занимаемся и рекламой, которую тоже успели понавешать. Мы практически убрали из города вот эти рекламные щиты, и будем продолжать это делать. Мы, естественно, приходим к единому облику торговых объектов. И многое другое. Возвращаясь к Олимпиаде, все-таки скажите, а что было самым сложным для вас в тот период? У нас был хороший руководитель проекта, Дмитрий Николаевич Казак. Задачи, которые он ставил перед строителями, они выполнялись как бы в срок. Но на меня была самая ответственная задача – это убедить наше население, что им надо переселяться. Убедить наше население, что от этого будет только лучше. Постараться, чтобы они поверили в это. И верили? Кто-то верил, кто-то не особо верил. Вы знаете, на тот момент скандалов было очень много. Я вспоминаю, что каждая стройка, даже самая лучшая, например, мы строили дорогу «Дублер» и строили развязку на Донской, да? И первое, что в 9 часов ночи перекрыли дорогу на Донской, люди ждут меня, я приезжаю ночью, они там в разном состоянии, скажем, находятся в 9 часов вечера, на улице кричат, предлагаю перейти в школу, переходим в школу, начинаю объяснять, что мы здесь будем делать транспортную развязку, она нужна для улучшения логистики. Будут построены две дороги, это все улучшит экологию. Люди говорят, нет, мы не разрешим этого делать, не будет этого. Я спрашиваю, вы хотите, чтобы было нормально на улице Донской? Мне говорят, да, хотим. Я говорю, ну, тогда надо потерпеть, мы сделаем дорогу, и не будет этих пробок. Что и произошло-то, в принципе. Но тогда люди восприняли это очень плохо. Помните, все время, когда я сказал, ну, если вы не хотите здесь жить, можно переселиться в другой микрорайон города. Мы же переселяем, вырезали, и блогеры написали, что я сказал, а не нравится, тогда уезжайте. Я сказал, в другой. Да, в другом контексте, все, но это со временем связано позволяет это делать. Поэтому было все, и, конечно, было мне не легко морально, потому что я... Это было самое сложное в работе. Это было самое сложное, потому что это было почти каждый день, но возьмем даже эмеретинскую низменность, если помните, староверы наши, да, улица Голубая, староверческая. Ведь сейчас они живут в замечательных условиях, не красовки, да, это коттеджи, коттеджный поселок рядом с морем. А тогда у них были домики на курьих ножках, вот. Даже в некоторых домиках-то и полы были глиняные. Но зато на берегу моря. Но люди на берегу моря, и убедить их было туда. Более того, они очень сильно, кто-то еще и заводил, и они не верили. Я помню, когда я приехал первый раз и собрал их в 38-й школе, которая тоже разваливалась тогда, и была опасной для того, чтобы там дети учились, они начали ругаться на меня, что вот школу хотите снести, вы тут гостиницу построите. Я говорю, ну откуда у вас такие мысли даже? Вместо этой школы будет новая школа, потому что это аварийная, ее нужно снести. Они в это даже не верили. Ну и потом они, в общем-то, скандал такой произошел в школе, что я ушел. Я тогда понял, что не надо всех вместе собирать, потому что кроме как кричать, они ничего не будут. Вот когда мы садились в кабинете семейно, как говорят, все члены семьи, но не больше, тогда услышали и тогда начинали думать, что не совсем. А так они почему-то были нацелены, настроены уже на то, что обманут. Ну и вообще много было скандалов. Люди некоторые использовали это время, понимали, что для государства, для России, это очень важно провести достойную Олимпиаду. И понимали, что можно на этом и заработать, можно на этом и нажиться. И такие были. Все это было. Антон Николаевич, а вот когда вы вступали в должность и уже когда вы поняли ситуацию в городе, страха не было, что не справитесь? Или была уверенность, что все-таки не сделаем? Вы знаете, честно хочу сказать, был страх. Я прекрасно понимал, что я активное действующее лицо очень серьезного государственного проекта. И если этот проект не состоится, это будет позор для Родины. И как можно было не бояться этого? Или как можно быть уверенным в том, что все произойдет? Вот представьте себе, мы в сентябре 2009 года приступили к строительству дороги совмещенной. Это первая наша стройка. В это же в сентябре месте мы приступили к строительству больницы в Красной Поляне. Все начинали делать в сентябре 2009 года. А 4 года реально строительства. Я вспоминаю, когда мы по поручению Дмитрия Николаевича Казака, первый вице-президент Олимстроя, поехал колышки расставлять в Америтинской низменности, где будут располагаться объекты. А колышки нельзя было расставить, потому что там был бамбук. И он начал ругаться и говорит, вы город обязаны мне предоставить строительную площадку. Это значит убрать бамбук. А я ему сказал, слышишь, на то, что мы будем убирать бамбук, уйдет много денег. А вы все равно будете бульдозерами планировать эту территорию. Вы все равно будете сюда засыпать строительный мусор, строительный отвал. Вся Америтинка поднята где-то на полтора метра, где-то на два метра. И только благодаря вот этой работе. Но и мы таким образом колышки расставляли с ним вдвоем. Много историй таких интересных. И поэтому, конечно, я-то понимал, что я не один. Еще раз повторю, что руководил проектом серьезный, очень, наверное, самый лучший топ-менеджер страны, Казак Дмитрий Николаевич. И он постоянно докладывал президенту. То есть вы могли понимать, под каким вниманием находились эти стройки. Естественно, что здесь все министры правительства Российской Федерации принимали участие. Но моя была задача, это город, население. И то, что касается населенных пунктов, в том числе, города Сочи, Адлера, Красной Поляны, населенных пунктов. Это была наша чистая ответственность. И наши жители, в том числе, это понимали. Поэтому, когда прошло много времени, начинаю понимать, как же я благодарен нашему населению. Вот именно за то, что у нас понимание. Да, ругались, да, убеждали. Да, несмотря на то, что было много непонимания. Да, много непонимания. Вспомните 2013 год, когда в ноябре месяце у нас еще Новогинская, не запущенная, разрыта, потому что мы теплотрассу меняем. А хотелось все быстрее сделать, потому что понимали, что если не сделаем до Олимпиады, можем не сделать уже никогда. И мы надеялись на то, что всегда в декабре еще тепло в Сочи. А тут в ноябре ударил, в 2013 году, перед Олимпиадой, ударил мороз до 9 градусов. Я не помню, мороз у нас был такой. До 9 градусов, такого никогда не было. Здесь, в центре, ну давайте посмотрим, 2013 год, ноябрь месяц, просто... Так время стремительно летит, что забывается. И как сейчас вспоминаю, мне звонит тогда губернатор Ткачев, Александр Николаевич, и говорит, слушай, а что делать будем? У вас котельная 14-ая не работает, а это где-то порядка 70-80 тысяч ваших жителей будет без тепла. Что делать будем? Я говорю, а что делать? Собрал, говорю, домкомов, буду убеждать, что нужно сделать. Я их собрал, они все пришли в администрацию центрального района. Я извинился, сказал, хотели как лучше, получилось как всегда. Но говорю, поймите нас, что если сейчас теплотрассу не поменяем, может, не поменяем ее никогда. Если мы котельную сегодня не построим новую, то мы ее не построим, может, никогда. Но надо с пониманием отнестись. Я им призываю, может, мы вам купим электронагреватели, на что они меня называют. А свет есть у нас. Вы же еще, говорит, не закончили замену распределительной сети по городу. Вы же вспомните, что 700 километров уличной дорожной сети мы перерыли в 2013 году и меняли кабель. Потому что одно дело построить две теплоэлектростанции, которые в достаточном количестве вырабатывают электроэнергии. Другое дело подать потребителю. Чтобы подать, нужны распределительные сети 0,4. А это значит, мы перерыли весь город и весь кабель поменяли. А представляете, какое это было неудобство? В тот олимпийский период чего было больше, кнута или пряника? Вот от федеральной власти – городской, а от городской власти – тем, кто стоял на местах и делал работы. Ну, я вам хочу сказать, без убеждений ничего не обходилось, поэтому применяли все. И закон применяли, и, конечно, людей благодарили, и, конечно, уговаривали. Все это было. Много было и моих инициатив, которые я использовал, предложений делал. По моей инициативе, например, мы полностью занялись тогда возобновлением, по сути дела, того, что делалось до нас. Например, вернули цветы в город, сделали полностью. И до сегодняшнего дня проводим эту работу, и она стала значительно лучше, чем, скажем, в 2009 году. Вот одна из ваших инициатив, родом из Анапы, пристройки к детским садам. Ну, хочу сказать, что действительно, это была инициатива по созданию. Уже тогда было видно, что нам не хватает детских дошкольных учреждений, нам не хватает школ. И тогда мы начали действительно первое предложение делать, чтобы мы начали строить пристройки. Пристройки – это отдельный корпус, по сути дела. Ну, в общем-то, да. Но мы понимали, что в городе Сочи нет столько земли, чтобы можно было найти под строительство детского дошкольного учреждения, потому что это стандарты. И было мною предложено, что давайте немножко, конечно, подтеснимся, но построим еще отдельный корпус. И деткам, конечно, не так вольготно будет, но все равно дополнительные места будут. Как принцип, была моя инициатива и другая, потому что и школы, и детские дошкольные учреждения, они не имели достаточного финансирования, чтобы привестись в порядок. И когда я их видел, они резко отличались тогда от Анапских, в худшую сторону. И тогда по моей инициативе я собрал предпринимателей, опять же, города Сочи. Это прежде всего были строители, которых попросил стать шефами этих детских дошкольных учреждений и школ. И ведь эта инициатива, она до сегодняшнего дня. А добровольно-принудительная или все-таки добровольная? Что такое сегодня кого-то заставить? Ну, поверьте мне, все знают законы, у каждого есть свой юрист. Я уверенно могу сказать, когда власти, которые хотят сделать благо, просят предпринимателей помочь им в этом, предприниматели всегда идут навстречу. Потому что предприниматели живут в этом городе, их дети ходят в эту школу. И когда я обрисовал и сказал, посмотрите, в каком состоянии находится 18-я школа, посмотрите, в каком состоянии 24-я школа, а детские садики, особенно на Донской, это же просто было ужасно. Я всегда говорил, а как детки сюда приходят? Им рассказывают о прекрасном, они смотрят, что потолки сыпятся. И они думают, что это и есть прекрасное. И люди убеждались. Посмотрите сейчас наши детские дошкольные учреждения. До сегодняшнего дня эта инициатива. Совсем недавно тот же экскузиант Сергей Сергеевич, он взял шество над школой музыкальной в Догомысе и сделал ее за свои деньги. Мы не могли туда муниципальные деньги вложить. Потому что там, в принципе, сегодня у нас есть стандарты. Там нужно было просто отремонтировать. А отремонтировать то было невозможно по нашим стандартам. И поэтому иногда приходится предпринимателей привлекать. Как, в принципе, детские дошкольные учреждения новые мы строили, скажем, в Кудепсе. И мы видели, что тот предприниматель, он просто проваливал. Я тоже пригласил строителей многих. Сказал, смотрите, мы детские садики не построим. Поможете нам. Они пришли. По сути дела, субботниками отработали. Мы сделали. Детский сад сейчас будем мы вводить в эксплуатацию на Мацесте. Он построен за счет бизнеса. Можно говорить о том, что в тот период произошла революция в социальной сфере. Ведь было так сделано много. Во-первых, мы ремонтировали, как я уже говорил. В основном ремонты шли за счет инвесторов, за счет бизнеса, как я уже говорил, за счет предпринимателей. А новое строительство мы строили. Мы уже построили с того времени 29 детских дошкольных учреждений. И продолжаем строить. Уже 12 школ построим в этом году. Будет введена новая пристройка на 400 мест к 15-й школе. Это в микрорайоне Макаренко. И новая пристройка на 400 мест к Догомыселу. Это пристройки по детских садов? Нет, это отдельное. Почему мы называем их пристройками? Это чисто для соответствия документам. Потому что на территориях школьных, слава богу, что когда начинали в советское время эти школы строить, огромные территории были отведены под школы. И теперь есть возможность на этих землях дополнительно построить отдельную школу, по сути дела. Вот, например, 82-я школа в Догомыселу, а рядом мы пристройку построили. Было на 400 мест и еще на 400 мест. Совсем недавно построили. То есть фактически новый корпус. По сути, да. Это новые корпуса, но мы на старой территории. Потому что под новую школу нужно отводить огромные земельные участки, которых, к сожалению, в городе Сочи нет. Край приступил к строительству школы в Эмеретинской мизе. У нас здесь еще 100 мест. Мы скоро приступим к строительству на Красной Поляне, еще одной школе. А на Мамайке? И на Мамайке. У нас все готово. Ее же закладывали уже в свое время. В 90-е годы закладывали. Я вам хочу сказать, закладывали, не знаю где. Видно, там, где закладывали, уже дома были построены. Потому что мы сегодня земельный участок, который нашли, это, слава Богу, что у муниципалитета был земельный участок под детский лагерь. И именно на этой земле мы сегодня... Там где-то Ласточка, что ли? Да, это и есть, да. На территории Ласточки. Там будет строиться школа, да? Мы все, да, именно там будет школа. Это будет школа на 800 мест. Практически все. Проекты, экспертизы, все сделано. Министерство образования одобрило. Сейчас, либо в этом году, ну, точно они нам обещают, либо в этом, но 100%, если вдруг у них в этом году не получится, мы стоим первыми уже по строительству этой школы. То есть данная ситуация не все зависит от города, если я вас правильно высказываю. Да, конечно, вы поймите правильно, что у нас нет миллиарда рублей, чтобы отдать их на строительство школы. Естественно, что школы, да и детские дошкольные учреждения, мы строим по программам. И в этих программах 80% это деньги федерального бюджета. Задача муниципалитета это, а, подготовить земельный участок, б, проекты, экспертизу проектов, и передать на рассмотрение Министерства образования. И мы этим активно пользуемся, потому что вот эти все проекты, они как раз реализуются по программе. Ну, представьте себе, что я назвал, что в этом году мы введем в эксплуатацию две школы, да. В прошлом году, если вы помните, мы тоже две школы вводили. Это совет Кваджи, школа и... Да так много всего вводили, что я уже не помню. И школа СОТО, дополнительный тоже корпус был построен. И это две школы. Было ли в советское время или до этого, чтобы когда-то хоть одну школу в год строили? И мы по две строим. У нас вызов такой. Здравоохранение. Сегодня наши больницы, поликлиники, они выглядят прекрасно. Прекрасно, прекрасно смещены. Я хочу сказать вам следующее. Мы действительно построили замечательные учреждения здравоохранения с великолепным оборудованием. У нас была проблема, это врачи, медперсонал. К сожалению, пока еще и остается эта проблема. Но мы очень много сделали для того, чтобы не своих даже подготовить, а привлечь из других регионов, что не особенно честно по отношению к этим регионам. Но от того, что мы передали около 270 квартир здравоохранения, была поставлена задача, что 50% этих квартир давать тем, кто уже долго работает в здравоохранении, а 50% использовать для того, чтобы привлекать врачей из других регионов. Вы посмотрите, у нас четвертая больница. Ведь там замечательный медперсонал, там профессорско-преподавательский состав какой. У нас сегодня четвертая больница входит в семерку лучших больниц России. России, да, я знаю. Да, и персонал там нормальный, хороший персонал, потому что в военно-медицинской академии Санкт-Петербурга туда переехало несколько профессоров. У нас профессор Мельник – это вообще звезда здравоохранения. Мы видим, какие сегодня технологии там проводят. А во что превратилась Адлерская четвертая краевая больница? Тоже. Но можно привлечь медперсонал только квартирами и созданием социальных условий. И надо продолжать эту работу. Мы хотим… А возможности такие есть? Есть. Мы нашли. Даже из-за того, что теперь здравоохранение перешло как бы под юрисдикцию Министерства здравоохранения, мы строим, вот мы построили, не построили, а нам досталось по мировому соглашению 50 квартир на Ленина 289, корона так называемая. Мы эти квартиры планируем передать, значит, 15 для четвертой больницы через департамент имущества Краснодарского края. Ой, как-то вот слушая вас, так все хорошо, вот прям все так гладко, все правильно, все, вы знаете… Это тогда уже сделано гладко. Да, но приходишь на прием, и в общем-то я тут и слышу, что качество этого обслуживания все равно оставляет желать лучшего. Ну, честный фактор. Ну, вы поймите правильно, я говорю о здравоохранении в целом, я говорю о больнице четвертой, там будет… А я говорю о результате. А наши люди, к сожалению, идут в поликлинику, правильно? И в поликлинике иногда кто-то грубо ответит. Это честный фактор, и это честный фактор можно побороть только вместе с нами, всеми вместе. То есть вот то, что я сделал, народный контроль, потом волонтеры серебряного возраста, они контролируют сегодня, прям около поликлиник стоят и опрашивают людей, и будем это продолжать делать. То есть мониторим ситуацию, спрашиваем, как вас обслужили, как вы… и потом подводим итоги… Руку на пульсе держите? Держим, держим. Ну, я хочу сказать, конечно, людям всегда будет хотеться лучшего, и мы будем стремиться к этому лучшему, но предела совершенства нет. И я хочу сказать, что если бы наши люди имели возможность из Сочи поехать там, скажем, ну, Смоленск, вот я сегодня с губернатором Смоленской области встречался, и сравнить здравоохранение там и у нас, поехать, скажем, в другие регионы, сравнить, то они отметят улучшение в лучшую сторону. А если они сравнят вот это положение с 2009 годом, когда я приехал в город, не то, что там оборудования не имели, они помещений не имели даже нормальных, они же ободранные были и аварийные. Вспомним нашу больницу на улице Виноградной, и сегодня, когда она переехала. Давайте вот сравнение это все и поймем, что, конечно, мы движемся вперед. Вот национальные проекты, федеральные проекты, они полностью мотивируют нас, и тут только активничай, применяй свои знания, будь активен, инициативы проявляй, и будет город улучшаться. Скажите, а чем из сделанного вы особенно гордитесь? Вы знаете, вот я горжусь многими вещами, но прежде всего я хочу сказать, что экология. Вот поверьте мне, много сделано. Мы построили парки, скверы, продолжаем пешеходные зоны, набережные, море у нас стало. Но ведь самое главное – это экология. Ведь посмотрите, я еще раз хочу сказать, вернемся к 2009 году, когда по большому счету нас признавали экологически опасным регионом. Что сейчас произошло? Мы сделали красивым город, нам помогла Олимпиада, мы сделали хорошую инфраструктуру, мы очистили море, мы построили очистные сооружения. Сегодня получаем голубые флаги, это подтверждение всемирными организациями чистоты нашей воды и соответствия пляжных территорий. И в этом году мы их 13 уже получим. Это говорит о том, что наше море чистое. Это говорит о том, что наши мероприятия, которые мы провели, по строительству новых очистных сооружений, по полной рекультивации свалок, по привитию правил благоустройства и правил обращения с отходами, это все привело к тому, что мы не стали выбрасывать в море свои отходы. Даже жители, вы же помните, 17 тысяч незаконных сбросов делали наши жители. То есть это была такая ментальность, что если у меня есть канализация, то я эту канализацию обязательно выведу в речку, а по речке придет море. Сегодня этого нет. Да, но это все не делало курорт наш привлекательным. Люди-то, кто приезжал в Сочи, это знали. И когда мы все это сделали, и когда мы начали работать еще по нескольким программам, программа «Открытый юг», программа «Сочинское долголетие», программа, ну, многие программы, которые, в общем-то, привели к тому, что не только летом, но и зимой стали приезжать к нам люди. Ну, а есть ли они что-то такое, вот за что вы перед самим собой испытываете чувство досады, может быть, даже сильную досаду испытываю? Я просто, честно говоря, думаю, вот эти застройщики, самовольщики, я им как-то сказал, что я вас ненавижу. Вот, честно говоря, я с ними боролся 10 лет, но мне не удавалось. Они всегда находили какие-то лазейки в правовых провалах. Все эти самострои, там вот сейчас 54, они были построены за это время. 54 многоквартирных дома. Это какое время? Это все 10 лет они есть, потому что они у нас и объявлялись все время самострои, самострои, но нас не хватило силенок, потому что правовой базы не было. И мы подавали в суд. Единственное, что у нас была возможность, как и у любого человека, это выявил, что есть нарушение градостроительного нормы, либо, извините, подавай в суд. Мы подавали в суд, но суды не всегда нас поддерживали. Непонятно почему. Получается так, что, в общем-то, власть была бы беспомощной. Почему сегодня обвиняют только власть? Ну, потому что нечестно это делают. Вот я считаю, что не совсем они честны все, перед собой даже. Если они разберутся, как это все происходило, и кто виноват, я думаю, все прекрасно понимают, что если бы мотивации у самостройщика не было, и он не был уверен, что все равно ему узаконят через решение суда, вряд ли он бы укладывал эти деньги свои. Но тут все вместе мы, все вместе виноваты. Все, и правоохранительные органы могли бы вместе с нами более жестко, как сейчас, взяли же. Вот год жесткая тема, но эта жесткая тема, она позволила, все остановилось, никакого строительства самовольного нет. Все понимают, все закончилось. Сейчас моя задача, это вот, в принципе, эти решения суда, которые наконец-то законно приняты, то есть принято решение их снос, довести эти решения до результата, то есть снести. Как раз законодательность что-то сегодня изменилась? Поменялось, наконец-то поменялось. Мы как раз стали инициаторами того, что правительство вышло с изменением градостроительного кодекса. Ну, наверное, где-то близко к этой теме и резонансные события последних времен. Слушайте, вот задержание чиновника вашей администрации стало для вас неожиданностью? Конечно, стало неожиданностью. Очень горько за все, что произошло, потому что я сказал, 10 лет пахать как Папа Карла и на 10-м году получить вот ситуацию, которая как бы вот молодец, что так много сделал, но вот то, что там среди него были эти ребята, которые коррупцией занимались, это нехорошо. Да, и как это он не видел? И как это он не видел? Да. А вот вы знаете, я все думаю, вот видел я, да не видел. А скажите, все-таки на ваш взгляд, чего в этой ситуации больше? Криминалы или политики? Я думаю, что и того, и того достаточно. Периодически ползут слухи о снятии пахомов с поста. Вот в частности, когда все это началось, тут же и слухи эти часто возникают. Вот как вы к ним относитесь и вообще? Не было ли желания на самом деле все бросить однажды и уйти? Ну, как вы понимаете, было такое желание и даже обращение с этой порой, потому что я считал, что раз... Было желание, такое обращение, да, губернатор? такое обращение было, да. Естественно, любой человек, который имеет силу воли, должен так был поступить и предложить, что раз так происходит, давайте я, наверное, напишу и пойду в отставку. Но мне сказали, что к вам же вопросам нет, работайте. Я никогда не держался, я просто честно и откровенно старался работать и старался добиваться результата. Я радовался и радуюсь достижениями, что происходят в городе. Вот всем тем, я живу этим. А у вас много врагов? Ну, вы знаете, думаю, что немало, потому что... Вы их знаете? Ну, многих я знаю. Я вам хочу сказать, ну, представьте, мы забрали более 60 земельных участков, начиная от того, что вот земельный участок, где сейчас храм, да, Михаила Архангела, его отдавали под строительство многоквартирного жилого дома. Мы его изъяли, потому что там церковная площадь должна была быть. По моей инициативе вернули фестивальный, муниципальную собственность, а это значит, что не дали возможность людям построить там, где фонтаны, тоже два дома многоквартирных. Или, например, тот же самый Семендуев, который имел на 49 лет аренду площади перед Сумом и до вокзала железнодорожного, да, вот это все. Я недавно узнал, что там планировались высотки. Да, и там планировались высотки, да. Он меня любит, Семендуев, мне пришлось забрать у него это все дело и вернуть. Даже тот же Теренкур, который сегодня идет от Югспорта до Мацесты, ведь он тоже кому-то принадлежал. Когда я приехал в город, под забором. Или те же самостройщики, которые сегодня понастроили самострой, они меня любят? Или те, кто там приобрел квартиры, конечно, не любят? Потому что... Но не любят за что? За то, что я хочу навести порядок и стараюсь это навести. Почему они любят других? Может быть, те не старались навести порядок? Ведь если все митинги проходят, то там никто не винит, никакие правоохранительные органы, даже суды никто не винит. Винят мэра, потому что мэр выходит с предложениями сносить. А я же это делаю ради того, чтобы действительно город был хороший. Если самострой настроили, они же ведь никогда не будут благим. Потому что они построили на сетях, где не позволяет там многоквартирные жилые дома строить. Скажите, а как вы думаете, население вас любит? Ну, если брать социологию, то да, если смотреть. Основная масса относится положительно к моим действиям, если брать социологию. Ну, а так, в принципе, вы знаете, что я как бы на улицах нахожусь, без охраны всегда. И будем говорить, спокойно себя веду. Все со мной меня приветствуют, все стараются поговорить. Поэтому, на мой взгляд, отношения ко мне нормальные. А друзей много у вас? Не очень много у меня появилось новых друзей. В Сочи их практически нет. Так сложилось, потому что работа, дом, опять работа, командировки. Я же еще раз говорю, что эти 10 лет я радовался только успехами города. То есть новую канализацию сделали, я рад до смерти. Площадь сделали, фонтаны построили, рад. Открываем новый сквер, рад. Построили школу, рад. Я этим живу. И вот в этом живу, я начал только сейчас понимать. Слушай, я потерял друзей, я не хожу, я не езжу в гости, я просто радуюсь только этим, что у меня есть. Ну, думаю, что будет время, когда все это вернется, и буду больше дружить и ходить в гости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова